Двенадцать, но шестнадцать. Девяносто шесть, но сто. Алексей Евгеньевич, вы... да, но нет. На самом деле все просто. Мы вышли на финишную прямую. У нас заключительный, восьмой выпуск двенадцати неизвестных шедевров изобразительного искусства. Но двенадцать на восемь будет девяносто шесть. А хотелось бы догнать до сотни. Поэтому мы тут посовещались, и я решил, что в последнем восьмом выпуске двенадцати неизвестных будут все-таки шестнадцать произведений. Двенадцать плюс четыре. Поехали. Святой Верон в шести клеймах. Мастер из Сан-Верану. Тысяча двухсот пятидесятый год. Приблизительно середина тринадцатого века. Константинополь еще не пал. До падения Константинополя еще двести три года. Берем это обстоятельство на вооружение. Вот так выглядит этот шедевр из галереи Брера в Милане. Скажете вы, чего мы такого не видели? Мы такого видали? Да. Но нет. Присмотритесь. Все не так просто. Все не так однозначно. С одной стороны, да, и поза, и жест, и вообще вся иконография, она как бы соответствует византийскому канону. И в музейной подписи, разумеется, об этом сказано в первой же строчке. Мы прочтем музейную подпись. Это очень интересно. Но в то же время чем-то отличается от того, что мы привыкли видеть. А что мы привыкли видеть? Мы привыкли к вытянутым, плоским, безэмоциональным фигурам с маленькими головами, очень часто перекрученные вокруг своей оси, с огромными глазищами, совершенно непропорциональными и неестественными. На многих наших с вами встречах мы говорили о том, что канон этот – результат компромисса между иконославцами и иконоборцами. Долгий разговор, который мы проводим и на скрытых смыслах русской иконы, и на многих живых классах, посвященных 20 величайшим и 12 неизвестным шедеврам изобразительного искусства. Не будем повторяться. Скажем лишь об отличиях, что для нас с вами здесь принципиально важно. Дело в том, что почему-то принято считать и в искусствоведческой литературе, и в исторической литературе хором говорят, что, мол, где, ну да, закончился 10-11 век, и Византия ушла в глубокий регресс, и уж ни о каком искусстве там и речи быть не могло. Вовсе нет. В 12-13 веках Византия переживает ренессанс. Да, переживает ренессанс, говорят историки, говорят литераторы, но проявляет он себя прежде всего в литературной форме. Ну, может быть, прежде всего он себя в литературной форме и проявил в том же 13 веке, в конце 12 века, но при этом возродилась и иконопись. Давайте перенесемся, ну, так скажем, в Стамбул, в его район Султан Ахмед, и посмотрим знаменитую церковь в полях, монастырь Хора в полях. Вот это мозаики из этой замечательной постройки, которых мы теперь живьем уже, вероятно, никогда не увидим. Я плакался по этому поводу, повторяться не буду, но обратите внимание, с одной стороны, да, все привычно, все знакомо, замершие позы, углубленные в себя взгляды, но вместе с тем присутствует то, что принято называть живоподобием, но, опять же, сдержанно, сдержанно. Вот в иконописи ренессанс, византийский ренессанс, проявил себя именно этим. Жестко приколоченный гвоздями канон постепенно начал размягчаться. Живописцы, а это же все под контролем и под жесткой цензурой епископата происходит. И живописцы, и епископы стали проще смотреть на эти вещи, а Крит, который всегда был, если угодно, законодателем мод в иконописи, почувствовал это послабление и позволил себе в своих мастерских, которые работали и направо, и налево, в буквальном смысле слова, и на восток, и на запад. И на восточную икону, и на западную икону. В общем, подстроились под ситуацию. Некоторые искусствоведы говорят о том, что на самом-то деле, по их мнению, здесь уже только мнение. Это высшее проявление иконописи. Византийский ренессанс XII-XIII веков. Мне сложно так утверждать однозначно. Приколоченный канон VIII века нам интересен, и он действительно в наибольшей степени создает ощущение потусторонности. То, что обыватель называет духовностью, не понимая, разумеется, смысла этого слова, но это не принципиально. Сейчас вот эта необычность восприятия всего, свойственная VIII-IX векам, то есть, когда жестче всего следовали вот этому компромиссу, вот этому иконописному канону, она и создает ощущение того, что принято называть словом «духовность». Имеется в виду, конечно, потусторонность, надмирность. Здесь, как мы с вами видим, уже все гораздо более приземленно, гораздо человечней. Но плохо ли это? И вместе с тем декоративно, и, пардон, да простят меня искусствоведы, невероятно красиво. Это воплощенная красота. Византийский ренессанс XIII века. Но, как у нас называется-то работа, «Святой Верон» и написана эта икона была близ Пизы в Италии. Что для нас с вами это значит? Ну, во-первых, влияние византийское было огромным. Во-вторых, оно было огромным, потому что Византия переживала ренессанс. Компра-наву? Вуаля. Давайте прочтем музейную подпись. На этом панно, почему они так назвали, уж я не знаю, написанном тосканским мастером третьей четверти XIII века изображен епископ VI века в окружении шести клейм из его жизни. Дальше. Внимание. Когда это панно было написано, мало кто умел читать. Истории часто рассказывались с помощью изображений, как в книжке с картинками. Вот эту глупость повторяют из учебника в учебник, из статьи в статью, из стрима в стрим на ютубах. Ну, хорошо, хорошо. Они не умели читать? Они житие святого прочитывали по картинке? Давайте посмотрим. Поехали. Первое клеймо. Есть такое понятие клеймо. Первое. Что здесь изображено? Вы можете прочесть? Возможно, кого-то крестят. Кого? Ну, возможно, святого верона. А что за люди вокруг? Непонятно. Ладно, посмотрим следующее. А здесь что происходит? Ну, что-то из жизни, когда он был подростком. Ну, хорошо. Допустим. Что мы об этом знаем? Ничего. И из этой картинки понять мы не можем просто ничего. И простой мирянин, прихожанин, тоже ничего не мог понять. Допустим, он был безграмотный, хотя это полная фигня. Но, тем не менее. Ну, что можно понять-то? Решительно ничего. А здесь что? Ну, кто-то дерется, а он молится. Это, в общем, можно догадаться. А здесь что? А здесь он помер. Ну, допустим. И здесь что-то совершенно нам с вами непонятное. Итак, тезис о том, что икона есть литература мирян, не выдерживает решительно никакой критики. Из картинок, даже из тех самых знаменитых клейм, понять невозможно решительно ничего. Скажу больше. Их никто особо-то и не рассматривает. Ну, допустим, какой-то, так сказать, одуревший от службы прихожанин, молодой человек, которому служба это до пенки глубоко, начинает рассматривать клейма окружающие святого и, собственно, как бы иллюстрирующие его житие. Стоп! Иллюстрирующие его житие. Но откуда неграмотному, который... А грамотный тоже читать это все не будет, как и сейчас. Как и сейчас, ровным счетом все то же самое. Ну, допустим, неграмотный. Откуда ему ведомо, каково это житие? А из картинок мы ничего понять не можем. Ни происходящего события, ни имен персонажей, ничего. Вы что думаете, что мирянин того времени был глубоко погружен в контекст? Нет, конечно, плевать хотел. Своими делами занимался точно так же, как мы сейчас. Ну, и что из этого следует? Да из этого следует предельно простая вещь. Эти так называемые клейма, окружающие фигуру святого, не что иное, как иллюстрация его жития, прочитанного на проповедях в церкви. Но если посещать церковные службы, ходить в храм, который назван в честь святого, престольный образ которого перед вами, то тогда священник на протяжении каких-то нескольких недель расскажет вам на проповеди житие святого Верона. И тогда вы будете его более или менее себе представлять. И на этой иконе вы видите лишнее доказательство того, что так оно и было. Ну, точнее так. Картинка представлена в качестве доказательства. Сегодня картинка в эпоху нейросетей искусственного интеллекта вообще никого не убеждает. Я тут случайно увидел, как один какой-то певец запел голосом другого певца. Я никогда музыкой не интересовался, поэтому толком вам сказать не могу. Но это производит впечатление. Ну, да. Сегодня картинка не является авторитетным источником знания. А раньше она действительно была авторитетным источником. Ну, уж если на иконе написано, то, скорее всего, правда. Ну, если по телевизору сказали, то, скорее всего, правда. Но там же не дураки сидят. Им виднее. Ну, вот, понимаете, человеческая психология, она всегда такой была, она такой и будет. Разумеется, это все используется для манипуляций. Но в данном случае совершенно безвинных. Нас же больше всего интересует метод. Он, если угодно, квазивитальный. О, какое словечко выдумал. Прямо сейчас, сию секунду. Наполовину живоподобный. То есть, сказать, что это изображение святого, нет. Но вместе с тем, это то, что называется visual friendly. То есть, дружественно нашему восприятию. Вот эта дружественность и есть проявление византийского ренессанса, который коснулся и Италии. В эпоху Треченто, да? А, нет, Дученто, прошу прощения. 13 век, но Дученто. В эпоху Дученто. Коснулся? Коснулся. И поэтому я считаю, что это произведение один из самых ярких примеров такого влияния. Почему? Потому что хранится в галерее Брера в Милане. А уж сами понимаете, ерунду там хранить не будут. Ну, действительно, ерунду хранить не будут. Музей, тем более такого класса, всегда был авторитетом. Но это еще не все. Византийский ренессанс коснулся и Святой Руси. Обратите внимание, какое влияние. И жестко на запад, точнее, на юго-запад. И на северо-восток. Если происходящее под собой не имеет художественного основания, этого влияния не будет. Я вам приведу только один пример. Вот еще раз посмотрите внимательно на почерк. С одной стороны, присутствует все то, к чему мы привыкли в византийском каноне. Ну, если угодно, так скажем, классическом. И в обновленном византийским ренессансом. Да? Посмотрели, запомнили, а теперь смотрите. Сюда. Перед вами икона Жены Мироносицы, Строгановская школа живописи, Сольвычегодск, это около Архангельска. Прикиньте? Каковы расстояния? Да, собственно говоря, примерно одинаковые. Что туда, что туда. Тот же почерк, тот же метод, та же, если угодно, квази-витальность, квази-живоподобие и та же удивительная красота. Вот потихонечку я все-таки начинаю склоняться к мысли, что если в восьмом, девятом веках был достигнут компромисс богословский, если угодно, и в итоге договорились, что все-таки ладно, пусть иконы будут, но с определенными ограничениями, какие мы с вами изучали, то к тринадцатому веку был достигнут компромисс художественный. между фотореалистичностью и жестким византийским каноном. Вот это очень интересно, и поэтому я решил обратить ваше внимание на это произведение. Признаюсь, я его увидел в этом году в Милане впервые, и оно меня совершенно поразило. Ну и ангелы хороши, ничего не скажешь, обратите внимание на колористические сочетания. Помните, когда-то мы с вами говорили о верхнепалеолитической красочной триаде, которая всегда без проигрыша, а какова она? Красный, черный, белый. Ну вот, пожалуйста. Ну, плюс сюда еще и добавлен, конечно, коричневый, который только украшает и никак не портит дело. Итак, запомните Византийский Ренессанс.